Зелёный жилет и кепка, удостоверение, планшет. Если владельцы загородных участков увидят человека в такой форме, значит, они могут стать участниками сельскохозяйственной микропереписи. Она стартует 1 августа и продлится до конца месяца. Важным отличием от аналогичной процедуры 2016 года станет то, что все данные будут фиксировать в электронном виде. На это требуется около получаса. Раньше пользовались бумажными бланками. По мнению специалистов, эти изменения существенно ускорят и обработку полученных данных. Проходили обучение, пробовали проводить обследование на планшете. В бланках приходится, как бы сказать, переписчику контролировать самому, считать площадь земли, высчитывать. А здесь уже выходит контроль на планшетах. Грядущая микроперепись охватит 87% опрошенных в 2016 году. В исследовании примут участие порядка 2000 сельхозорганизаций, крестьянских и фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих товариществ, а также более 200 тысяч жителей районов области. Это нужно для того, чтобы изучить структуру сельского хозяйства в регионе. Когда мы проводили перепись 2016 года, мы увидели, что мы даже выращиваем южные культуры у себя в области. Это алыча, лимонный персик. И даже вот были такие разновидности птицы. Ну вот мы обычно привыкли, что у нас есть утка и гуси, а оказывается у нас есть перепелки, фазаны и страусы. Первые результаты сельскохозяйственной микропереписи станут известны уже в декабре. Окончательные итоги подведут в 2022 году. Продолжение следует...